МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем... ...самое важное. То есть вы знаете, что власть в нашем городе горожан не слышит традиционно. Вот. Гевромайдан еще 15 января говорил о том, что в городе не должно быть памятников Ленина, что их надо все собрать, сделать в одном месте какой-то музей и организовать все это культурно и нормально. Результат нас не услышали, уже в городе не осталось ни одного целого памятника Ленина. Мы поднимали вопрос несколько лет относительно земли. То, что идет неправомерными решениями горсовета, идут сумасшедшие поборы с граждан. Нас не услышали, через суды это все тянется, судебная власть прикрывает горсовет. В результате вы знаете, и начальник земельных ресурсов, и начальник юридического отдела горсовета побывали в мусорном баке. То есть ситуация в городе накаляется, и это идет из-за того, что город не слышит своих горожан. И около Влада не хочет нормально с нами общаться. Вы знаете, что у нас в городе самые высокие тарифы по перевозке граждан. То есть 4 гривны уникальна для Украины стоимость для перевозок по городу. В других городах есть тоже маршрутные такси, но там люди пользуются маршрутными такси как дополнительной услугой. Они могут осуществлять свои перемещения по городу и по другим тарифам. Чуть-чуть медленнее, но плачивая меньше. Что же соответствует постановлению кабинета министров номер 176 от 1997 года. Но наша городская власть этот документ не хочет видеть и сделала таким образом, что все горожане вынуждены пользоваться практически маршрутными такси. То есть сейчас возникла такая ситуация, что благодаря усилиям активистов Майдана мы взяли, мягко говоря, власть, прижали к стеночке, придавили понемножку и заставили все-таки кое-что услышать. Но об этом расскажут ребята. Михаил Карпенко, начальник нашей, один из руководителей нашего юридического сектора Рады Майдана. Прошу. Я, поскольку Володимир Громинский выступал, заяву висказал на российской мове, то я вискажу на украинской мове, поскольку я висклюсь на российской, на украинской мове. Значит, я коротко скажу, что у нас сьогодні подъя произошла стосовно громадских слуханий, стосовно транспортно-машрутной сетки, которая должна быть подтверждена или изменена. На сегодня она работает таким образом, что она не задовольняет потребы нашего населения, Места Кривого Рога, которая сегодня потребует або удосконаления этой маршрутной сетки, або создания такой маршрутной сетки, которая позволит понизить те же самые платежи за проезд цих маршрутных транспортных сетков. На сегодня это, то есть, то есть, громадские слухания произошли в два этапа. Первый этап произошел таким образом, что были выполнены в интернете и было в новинках, что у нас не подготовленные они произошли. Тобто, те пропозиции, которые задавались специалистами, або всеми, кто хотел принимать участие в этих громадских слухах, они были не высчитываны в засобах массовой информации. На мою пропозицию, до ведущих, которые были, значит, ци громадские слухания, они відреагировали нормально, и пропозиции были и отображены в засобах массовой информации, можно было их оценивать. Но последнее заседание громадских слуханий, которое произошло 17 апреля, это произошло очень быстро, никто ничего не понимал, что обговорить, каким чином обговорились, и до какого решения пришли. Будет готовиться какое-то решение выполнено, и хотелось бы, значит, увидеть это в начале решения, если оно отвечает требованиям или пропозициями, или нет в нем повреждений. И тогда только можно дойти до какого-то сенсу изменений в этих маршрутных сетях. В этом я хотел бы добавить, что эта система вся, которая на сегодня существует, она складена той владой, которую уже нужно менять. И самые посадовые особи, рекомендуем Кривородской Мирской Ради, они працют по старым схемам. И дослушаться до пропозиций самым граждан Места Кривого Рогу, мешканцам Места Кривого Рогу, которые являются территориальной группой Места Кривого Рогу, самым они являются джерелом влади для Вилкула, сегодня мера нашего. И все делается для того, чтобы они не дослушались. И моя думка, что всю всю, уже такую викривленную систему демократии, або что-то тут очень прикривлено. Треба это все менять. Да, тяжко, но треба. И сегодня у нас есть приклады того, что, очень много прикладов, то, что эта система наносит шкоди власти территориальной громады Места Кривого Рогу. Начинается с транспорта. Люди обратятся, их футболят, но и чиновников в футболе. связи разума Майдана Кривого Рога. Вот у нас происходили публичные слушания. Два раза, прошлый раз в понедельник, 17 числа, по внесению изменений в городскую маршрутную сеть. Много предложений недоработки маршрутной сети, но самое главное то не в этом. Самое главное в том, что маршрутная сеть нарушает украинское законодательство. Получается так, что наш уважаемый городсполком, казалось бы, солидное такое здание, учреждение, работает очень много людей, разные отделы, специалисты, именно второй, третьей категории, но они все вместе допускают принятие как бы регуляторного акта, документа, который нарушает норму украинского законодательства. И об этом говорит нам по даме прокурора, транспортной прокуратуры, о том, что маршрутная сеть пилого рога противоречит украинскому законодательству. А именно, нет обычного режима движения автобусов по четырем районам города. Не то, что одна улица или одна остановка, а четыре пассажира потока лишены обычного режима движения. То есть работает только маршрутное такси, что является нарушением части 2, пункта 33, постановления 176 кабинета министра. Вот как это может быть? Что это значит для пассажиров? Это значит, что, во-первых, маршрутное такси имеет полное право не делать остановки на остановках, потому что они маршрутное такси, они загрузились на конечное, поехали без остановки, аж до тех пор, пока кто-то не захочет выйти из них. И, во-вторых, это тариф. И здесь мы приходим ко второму нарушению закона. Криворожский исполком не принял ни одного решения, которое бы установило тариф на проезд на автобусе в обычном режиме движения. Хотя тариф на обычный режим движения по законодательству нужно установить решением исполкома. Это 13-й пункт постановления 1548. У нас в городе тариф сделан только на маршрутное такси, которое является договорным. Правильно, он договорной. Договорились с перевозчиком и сделали на маршрутное такси. Но сами-то маршрутное такси это дополнительный режим перевозки. Он может только дополнять основной режим перевозки обычного автобуса, которого нету и тариф на который не установлен. Об этом есть еще подание прокурора о том, что как бы нарушение в законе в плане тарифной политики это как бы это приорганизации работы пассажирского транспорта. Как может быть так, что городсполку в солидном чрежении и тут и там допускают как бы системное тотальное нарушение норм украинского законодательства на транспорт. Почему это происходит? И почему те публичные слушания, которые прошли у нас в этот понедельник, надо было начать наверное с того, что... надо было начать как бы с того, чтобы власть извинилась перед народом за то, что она позволила себе нарушить закон и ущемить этим права пассажиров, жителей города. Об этом было не сказано. Подание прокурора 2 как будто их не существует, как будто все в порядке, мы как бы белые и пушистые, у нас все замечательно, мы только небольшие изменения внесем в маршрутную сеть, а так она как бы нормально. Более того, некоторые чиновники исполкома вообще не с мной прямо говорят, что якобы условия кривого рога позволяют нарушать закон. У нас, вы знаете, у нас одноэтажная застройка, частный сектор, и у нас там маршрутное такси самый идеальный вид транспорта. Но при этом тариф на маршрутное такси у нас как бы самый дорогой в Украине, а другого транспорта нет. Е4 района, это Макулан, Всебратская, Данцевка, и именно по Макулану у нас было много вопросов, потому что там и военнослужащие, и участники боевых действий, участники АТО, которые не могут доехать, не могут использовать свое законное право на бесплатный проезд, который им дано как бы Конституции и украинскому законодательству, потому что только одни маршрутные такси, другого транспорта нет. То есть уже третье нарушение закона, маршрутные такси, в них только одно льготное место, только одно льготное место, которое никаким законом не регулируется, что это как бы вот только одно льготное место, опять-таки договором решили, и мы видим еще одно нарушение закона. Это все вместе, это одна система, одна система как бы хаоса и беззакония на транспорте Кривого Рога. То есть нет обычного режима, это есть только маршрутные такси, и в них только одно льготное место. Это как бы, это звенья одной цепи, это одной цепи нарушения закона на транспорте. Почему это происходит? Почему мы терпим такую власть, которая систематически нарушает законодательство на пассажирской перевозке? И почему мы голосуем за такую власть на выборах? Это вопросы, на которые должны жители Кривого Рога ответить на выборах 2015 года, наверное. А на обращение по курору нужно реагировать, пока реакции нет. Пока два подания направлены, еще это первая жопня, вот дата подания, до сих пор мне неизвестно про какую-либо реакцию в городском околе. Вчера принимали новую маршрутную сеть, там никто не говорил ни словом о том, что нужно привести маршрутную сеть в соответствии с законодательством. Никто не говорил о том, что нужно сделать тариф на обычный автобус. Про это не говорят, как будто этих проблем не существует. У нас четыре района, я их назову. Это Макулан, Себратская, Данцевка. Это район от киночатка Дружба на Долгинцево в сторону станции Патуринская. Там нет ни одного обычного режима движения тоже. Это у нас Восточный 1, это самый центр города, огромный жилой массив. Там нет ни скоростного трамвая, ни троллейбуса, ни автобуса. Одни маршрутные такси. И это у нас район, это самая там, где смычка. Вот авиаколледж, вот от Коще Освобождение до Пивзавода. Да, и Пивзавод, там трамвай работает раз в час, тоже, в принципе, нет никакого транспорта, кроме одних маршрутных такси. И пятый район, это старый Рудник Ленина, это поселки Романовка и Горького на Руднике Ленина. То есть пять районов, где отсутствует обычный режим движения, и это допускается городской власти. Нужно с этим бороться, и мы хотя бы поднимаем эти вопросы сейчас. На транспорте перевозки пассажиров очень далеки от соответствия нормам украинского законодательства. Какие вопросы? Уважаемый, масс-медиа. Есть вопросы. В минувшую среду на исполкоме рассматривался вопрос про организацию пассажирских поревозений вместе. Да, знакомы ли вы с содержанием решения, как-то вы участвовали, или что вы думаете по поводу принятого там решения? В минувшую среду, да? Ну да, в эту среду что было, раз в неделю исполком у нас, и, ой, раз в месяц, да, исполком, и вот как раз в минувшую среду, последнюю среду, про организацию пассажирских поревозений вместе. Там был рассмотрен вопрос и принято решение. Я пока не знаком с этим решением, я тоже не сприваю. Громадские организации, которые сегодня действуют на веду, никто из посадовых людей, рекомендуем Криворижской районе, не запрошивали. Их або не цікавят, або они не знают, что это вопрос турбует все-таки громадской. И таким образом, происходит, что от громадской, то есть там, от наших организаций, никого не было. Ну, я могу вам сказать, что там принято решение, далее працювать над маршрутной мережей, там, таки, загарным планом, далее працювать над маршрутной мережей на науковой основе, запровадживать GPS, усилять и улучшать. Конкретно ничего нет. Я все-таки хочу запитать, у Заславского, может, у вас, оците последние слушания, на которых голововал Вербицкий, так все-таки будет продолжаться работа над над маршрутой, что есть? Чи будет новая? Чи будет завершиваться процедура регуляторная? Чи будет начаться новая? Как вы это все понимаете? На этих публичных слушаниях, это сам Головович Вербицкий сказал, что начнется новая регуляторная процедура по созданию нового регуляторного акта, тобто новой маршрутной мережи. И, оскільки в зале это были присутники КНУ, Криворизского университета, то это в мене виникает, ну, это, ну, это, это, вот, таки, припущение, что это, как бы, те, что, возможно, снова будет доручаться, это, это, Криворизскому университету, разобрать еще одну, такую же, такую самую нереальную, как бы, маршрутную мережу, которая уже была разработана за наши гроши, и она не была, как бы, реализована в жизни. Может быть еще одна такая маршрутная мережа. Но пока что это припущение. Пока что официально, ну, КНУ это не доручили, вот, но они были присутны. Это уже что-то означает. Хотелось бы, я вибольшую, хотелось бы добавить, что из бюджета, из бюджета, из бюджета Кривого Рога, было выделено колоссальная сумма, чтобы этот институт разработал маршрутную сетку. Они разработали, в этом принимал и Заславский. И участь за своими пропозициями, они были врахованы, наданы виконкому. Но все пропозиции, або разработки цего института, были проигнорованы. Они в жизни не вошли. Они, с каких причин, виконком не пояснивали до этого времени. Сегодня, так же, если в разе, когда будет снова таки запрошенный этот институт для разработки этой маршрутной сетки, нет гарантии, что потратятся деньги, людские деньги, то есть бюджетные деньги, деньги территориальной громады. И снова эта работа уйдет куда-то, не туда, куда нужно. То есть, мы же должны понимать, что люди, пасажири, они же не требуют абсолютно новой маршрутной мережи, которая бы радикально изменила все маршруты города. Люди этого не просят. Люди просят продолжить несколько маршрутов, по несколько направлениях, або там запровадить маршруты по тех улицах, где нет вообще грамотного транспорта. И мы просим, как грамотизм, это самое еще, и привезти маршрутную мережу в соответствующую норму действующего законодательства. Ось, как бы, только это мы просим. Навище, снова таки, начать разработку новой маршрутной мережи, снова на это выделять их почты, снова выработать какие-то нереальные, абстрактные проекты, которые полностью, как бы, радикально изменяют все маршруты. И потом перевезники будут говорить, что такого вводить не можно, потому что это будет хаосно перевезено. И они прави, до речи. Потому что радикально изменять ее и не треба. Не треба как бы, этого делать и тем больше выделять на это деньги. Тем больше, еще изменять маршруты, не больше, чем на 25 процентов их протяженности рейсов, можно и без внесения изменений до міської маршрутной мережи. Это можно сделать, это самое, добавляю. Да, это можно сделать каждого дня, не ждать громадских слушаний, или того года, когда можно вносить изменения до маршрутной мережи. Это можно сделать в штатном рабочем порядке каждого месяца. И выклонник должен это сделать. Если есть много жителей города, то есть маршрут, то есть это нужно сделать быстренько, оперативно. Это можно было бы делать каждого месяца. Это не работает. Оперативно реагировать на вернение громадян. Такого желания у нашей влады пока нет. И этому виноваты выборцы, которые выбирают собой владу, не задумываются о том, как работает эта влада. Это основной показатель неповыга до самого себя. Им все одно, кого они выбирают, они не проверяют тех, не контролируют, как они выполняют, посадовы выполняют народные доручения. Из-за этого выходят такие коллапсы. И законодавшие коллапсы, и процессуальные коллапсы, которые позволяют оперативно без додатковых затрат денег, без додатковых подкреслений, что-то поменять. Нет, им нужно деньги кудись выкидывать. На этом уже есть схема. Будут схемы появляться, что кто-то будет на этом греть руки свои. Вот и все. А тогда плачут, что в бюджете не хватает. А у нас этих денег в Кривого предоставлено. Предоставлено. Только они сливаются в Писок. Кому-то розчищают площадку, могут миллионные строительства просто стирать из лица нашего города, чтобы только кому-то выделить под супермаркет. И так же предоставлено сейчас занимаются правоохранительные органы выявленные на этих. Но это затягивается в час. Я хочу поздоровить всех с тем, что процесс раскрытия преступления в нашем городе начался и начался очень серьезно. Я думаю, что мы на самый короткий термин будем ознайомлены с теми заходами, которые живают сьогодні правоохранительные органы по теневых різных схемах. И вы увидите, что стоит эта влада и эти люди. Я думаю, если перейти сегодня больше к узкому вопросу по организации транспорта, нам нужно пригласить этих перевезений, нам надо пригласить из института из университета разработчиков, встретиться с ними, сделать две схемы, и не мают они права другий раз использовать какие-то бюджетные деньги для выработки новых программ. Хватит то, что они сделали, мы с ними подправим положение, только ни единых копейки, большинство бюджета туда не должно пойти на оплату их разработок. Я думаю, оцей пунктик, где таке количество маршруток, как вы доповедали, они выгодны владе. Мы бачим те корупционные схемы, которые существуют, надававши выигрывать тендер тим или ним перевезникам. Мы до этого дойдем. Відкрита криминальная справа. В этих криминальных схемах задействованы гроши наших граждан. Это граждане, которые имеют право на безкоштовное перевезение. Это воины афганцы, это пенсионеры, это низкоштовые населения, которые не могут пользоваться. И мне очень страшно, когда я сам участник боевых действий, когда я иногда в жизни сажусь в маршрутку, и с каким позором меня выгоняют оттуда. Терпить это больше никто не будет. Я такого унижения на собе, как выгоняют эту бабушку, я больше никогда не показываю удостоверения, ничего, потому что мне легче заплатить, чем слушать эти отводители. Комплименты хочется просто взять автомат часом. А как выгоняют, но каждый из них забывает, что сегодня в том же другом месте или другом маршрутке так же выгоняют его мать, так же саню выгоняют его бабушку, дедушку, а вы посмотрите, сколько денег откатывают маршрутчики. Я говорю им, безкребетные, встаньте, покажите, что вы мужчины, перестаньте платить эти взятки. Тогда нам будет легче и льготную перевозку сделать, и упорядочить эту работу. Я думаю, что я благодарю вас за такой кропотливый труд, который вы провели, нам нужно встретиться с разработчиками из университета, они дадут свою схему, мы внесем тут коррективы, только никаких денег по новых разработок маршрутах. Денег нет. Можете еще вопрос в понеделок, когда громаде ничего не дали сказать, но там выступали начальник финансового управления и начальник управления соцзахиста, и они сказали, что деньги из государственного бюджета на отшкодование перевозки пельговиков отшкодовываются в очень большом уровне. Если я не ошибаюсь, там было названо 50%. 42-50%. 42-50%. А потом начальник финансового управления рассказывал про то, что отшкодование можно сделать только там, где есть бухгалтерский облик, где есть первая бухгалтерская документация, то есть они могут сделать это отшкодование только городской трамвай, городской троллейбе. А автобусы они не могут сделать, потому что нет коммунального предприятия по автоперевезениях и нет властности автобусов. Что Вы скажете на это? Какой будет Ваш коментар на их виправдовании? На сегодня эта информация хибная, потому что любое предприятие коммунальное, государственное, приватное, не имеет значения его форма основания. Есть, что это отдельная господарская одиночка. И это предприятие без визначенности формы властности может так же самовести бумагерию, как и коммунальное предприятие. Никто не может обмежить будь-яку господарскую одиницу, тем более предприятие в выборе методов введения своих документов, которые стосуются оподаткувания або какого-то фиксации доходной частины. А саме отшкодирование зависит от той документации, которая будет создана до фиксации, сколько льготной категории проехали, использовали цим транспортным засобом. И когда будет это фиксироваться, то они имеют право на отшкодование. Но снова таки вступает схема. Никто не хочет светиться. Потому что эти бюджетные деньги выделяются только на те предприятия, которые подпорядкованы в конкуму. То есть эти деньги, когда идет распределительная операция, снова появляются люди, которые нужно контролировать, куда эти деньги уходят, каким образом они зберегаются или используются. Приватные транспорты, если взять маршрутные такси, так они боятся связываться с этими статтями отшкодования. Потому что они попадают в схему, там где гроши уже распределено между собой. И так же у нас произошло, когда мы встречали с мером нашего города, и он сказал на начале этого года, что у него есть проблемы по казначейским проплатам. Когда взялся Евромайдан Кривый Риг за это, деякие люди взялись за это, в бюджете места появились кошти. Да, мы требовали, чтобы нам дали папер, на котором было бы значено, что они просят допомоги, но от мера такого не поступило. Он не сказал, я так продавателям не буду. Мы были мушены на телефонных связках допомогти бюджету города, и это ниже не зафиксировано. Ниже не зафиксировано. Я поясню, даже почему это происходит. Потому что, если будет выяснено, что общественные организации лучше работают, чем сегодня весь аппарат виконкому, виконкому сегодня отримует шаленые деньги, у каждого из них есть заработная плотня, а люди, которые сидят за этим столом, они за свою работу не отримуют никакого отшкодования или компенсации от этой влады. Но мы налагодживаем эту работу. И сегодня выявляемо, втрачаем свой час, особистый час, мы не зарабатываем деньги на цьем. Вот тут между нами. Мы налагодживаем дым работу, а они наши деньги, то есть бюджетные деньги, деньги территориальной громады распределяют по карману. И нас не принимают. Я думаю, великий процесс уже президент показал, когда призначил волонтеров обеспечивать Министерство обороны контролировать, обеспечивать, не только контролировать, обеспечивать снабжение армии. Думаю, что недалекий той час, когда в нашем городе пройдут такие же изменения, и наш голова скажет, давайте, патриотичные люди, вставайте сюда и будем управлять так, чтобы было и народу добре, и мы были. с вы могли бы сказать, какие именно суммы зашли из госкозначейства в бюджет города и проверить это элементарно через Киев, что деньги были перечислены, потому что на каждой пресс-конференции нас мы уверяем, что мы живем за счет промпредприятий Кривого Рога. Про суммы конкретные мова не велася в наших перемовинах. Мы вели перемовины с работниками Держказначейства, от которых зависит поставить подписку на перерахование из бюджета Украины те деньги, которые приняты Кривого Рога. У нас на счетах Госказначейства, по словам моего, сейчас 500 миллионов, которыми мы не имеем права распоряджаться. Это нас постепенно. Я подкреслю, мы не маем право, мы маем, Место Кривый Рог мает право ними распоряджаться, но не имеет возможности, потому что эти деньги не перераховываются на казначейство отделение Союза. Благодаря вашим связям определенные суммы пришли в город и используются. На початку этого года, когда происходили эти события революционного характера, то, когда мы встречались, это было уже в вересне месяце, по-моему, я уже не помню, тогда мы подняли это вопрос. И тогда и работали, мы ездили в прокуратури, с прокурором Украины, почему так происходит, потому что это преступление. И оскольки эти преступления были в узной форме выясняты, 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 и мы хотели мать влияние на это, або контроль будь-який, чтобы выясняты, в чём проблема. Кошты есть, почему они не доходят на место. Но благодаря действиям нашего мера он не дав ни одного папера, который нам позволил им повноважение питать за эти деньги. Сегодня повноважение мает Криворизская міськая рада, мэр наш, то есть в целом, который он начальник. Мы просто громадские, которые доручили им как-то работать, но они как-то не собираются, а нам не дают возможности. И на этом коло замкнулся. Чи відомо вам, чому на слушаниях повторных по транспорту главу главу заступник міського главы, который ведет вопрос Коммунального господарства Вербицкий. В связи с этим дозволите поцикавиться, есть реагирование на вашу пропозицию щодо призначения заступниками міського главы кандидатов за пропонован главы никаких известных миров. Чему главы я думаю для солидности кто лучший манипулятор міського рака и лучший манипулятор нашего города и когда вопрос стало тяжело я я знаю цю ситуацию потому что я занимаюсь этим бизнесом занимаюсь у меня очень простая пропозиция стосовно льготной категории перевезти по-перше держава я думаю льготи надо отменить как в других местах они называются народными и хай они раз в час ездят с одного кінца в другий и везут всех льготиков безкоштовно потому что этих перевезников там же есть не все великие перевезники а есть люди которые имеют в кредите машину в частности газели и так и иначе и уявить собі если они будут возить как предложилось на слушаниях хочу одну а не трех четырьех шановные купить возьмите в кредит машину поставьте на маршрут и возить безкоштовно вот такая моя пропозиция міска влада должна купить несколько автобусов и пустить с певня на певнич и сходу на схид хай они ходят раз в час или раз в півтора часа и везут всех безкоштовно и не будет тогда этих конфликтов о которых вы говорите випихают вытолкают с маршруток водителей у них есть семьи и до речи деякие пенсионеры маючи пенсии больше чем получают те сами водители и едут и специально а я пользуюсь сентранспором на 95 в сторону Артема седают ходят там несколько тролейбусов седают специально по льготам проехали на той же площади Артема а че не едут тролейбусом а сказав Юра Любаненко там чи мер что вы должны меня возить почему так почему мы не входим в ситуацию тех людей которые занимаются и в кредитах и так и так и так и они должны может мы будем отходить из этой практики кто-то кому-то должен если влада хочет помогать и эти компенсации может их перевозникам они компенсуют но я сколько занимался это очень большая проблема они своим компенсуют и не даром начальник соцзахиста сказал вот тролейбус и трамвай а почему они сказали маршрутчикам почему они сказали а вот Иванов Петров Сидоров потому что это все мягко скажу неправда в 1947 там выиграл конкурс Амаров такий перевозник и мы с ними беседовали у Сиротюка я им сказал вы не получаете не отримуете компенсации я как громадский деятель я буду вам допомогать у меня административный опыт и в судах и так далее но от них так и не поступило очень простой ответ на ваше вопрос то что вы говорите надо например я могу одну маршрутку что вы махаете я же это знаю я проходил изнутри мне мне обязуют вести кассовый аппарат а мне до речи треба чтобы машина выехала на маршрут чтобы той же водитель поделился и десь долил масло або проверил тормоза и так и и иначе а мне треба целый штат держать за какие кошти можно я скажу я тут как журналіст я маю ставить питание но я просто уже так долго пишу про маршрутки что я хочу сказать что законодавчо нормативною базой не предбачено відшкодування за пільгові перевезення для перевезення маршрутных такси маршрутні такси працюють за договірною ціною і це добра воля перевізника давать одне місце два чи три пільговикові а от де мають повне право і де повинні проводиться відшкодування це проїзд не в режимі маршрутного такси а в так званому звичайному режимі звичайний режим перевезень там мають бути автобуси великої місткості от і на одному маршруті є маршрутка яка їде загрузилась в одному кінці і може їхати без зупинок аж в кінець і повинні бути працювати автобуси в звичайному режимі які зобов'язані зупиняться на кожній зупинці і туди має право заходить скільки хочеш пільговиків і це повинно відшкодовуватися я б сказала те, що влада каже що в неї нема цих автобусів вона ще ні разу не об'являла конкурс на перевезення в звичайному режимі і ні разу ще не виставляла ті великомістські автобуси на конкурс це по-перше по-друге якщо не прийдуть на конкурс ну значить не довіряють цій владі просто-напросто бо це треба цей купить і так далі а по-друге ну створюйте комунальне підприємство купляйте вони ж для того влада щоб вирішити цю питання а не сказати що на території Кривого Рогу закон не працює пані Наталі так тоді питання впродовж теми вашої а чому було б не спитати 20 років назад які тих людей і той же Гапон який був директором автомобільного треста міста і розвалили 4 автобусних автопарка а люди ми возили я починав тоді коли не було возили рафами нісами і влада давайте хто-небудь бо немає чого возити а вони розвалили автобус автобусні парки а тепер коли люди самі підняли цей транспорт на той рівень який він зараз зість починають ще й грузи тому що коли ми починали путівка була 60 рублів і я взагалі я не розумію кому дать йдуть ці деньги я плачу конкурс я плачу ліцензію які кошти шановні налоги всі платяться не дай Бог що случилось винуватий перевізник не посадили льготчика перевізник чотири огромніших автопарків автобусні де вони і той що на Артемі був останній а були там іще багато і певні працівники які в транспортному управлінні працюють я думаю вони теж працювали колись і ще застали оце розвал коли валяли ці пар так що проблем дуже багато я згоден з вами в нас не треба створювати на сільськомунальні підприємства чотири якихось автобуси поставити на баланс комунальних підприємств не є велика проблема і теж електропідземний трамвай у їх є свої автобуси які возять там їхніх робітників поставити ще два туди і будуть возить і просто питати жорстче требовать контролювати і не будемо тоді винуватити во всьому цих бідних перевізників які так вирішили транспортну проблему в нашому місті до речі як яким боком Сиротюк відповідав 479 маршрут це прерогатива влади Дніпропетровськ і АДА скажіть будь ласка а яке відношення місто Кривий Ріг чи Дніпропетровськ має до маршруту який йде з площаді визволення на Інгулець це теж місто Кривий Ріг наскільки я розумію це теж одна із схем хтось там відкусує і ну понятно що корупція аж пахне все дуже проведу на перевезення пільгового категорії з бюджету скільки коштів уходить для покриття бюджетних перевезень 30 мільйонів це кошти з державного бюджету 30 мільйонів кільки в нас пенсіонери говорили якщо вони вважають по-моєму 8 перевезень для середнього пільговика положено в місяць по-моєму на послідній прес-конференції говорили на 8 перевезень почому не дати цих 32 гривні і закрити взагалі питання так дуже все просто це популістське рішення це весь час наші політики приймали цільготи ви подивіться більше здається 22 категорії які можуть безкоштовно їздити шановні який перевезник частник може це витримати не витримати я часто сідаю на кольця 205 312 стоять вони молодші за мене по льготам їдуть скільки тобі років а я ветеран труда якого труда милітей можна я ще раз скажу останній раз вам скажу справа в тому що у великих автобусах розрахунковий тариф буде нижче в два рази ніж у маломісних маршрутних таксі і якщо на одному маршруті буде передбачено мережа і оголошено конкурс і будуть їздити великі автобуси за гривню 50 там вони будуть заробляти на кількості людей люди будуть набиватися туди повно маршрутка буде старатися собі людей привабити і робити більш комфортне перевезення маршрутка буде заробляти на високому тарифі але буде давати комфорт тому хто платіжеспособний і таким чином тоді деякі перевізники може захочуть продати маленькі автобуси а купить великий і возить більше людей по меншій ціні тоді буде між ними здорова конкуренція але це все має бути закладено владою у мережу у мережі вони виставляють на конкурс там має бути написано звичайний режим перевезень і кількість місць тому що мережа це не тільки з якої точки в яку їдуть а це і кількість автобусів які там працюють це скільки місць повинно бути в цьому автобусі і це ми витаємось до того самого питання що Андрій Заславський піднімав про тариф на проїзд у звичайному режимі і це все питання які мають відрегулювати влада так, щоб збалансувати інтереси бачі як перевізника і пасажира як громади я вам можу відповісти на це питання на зберечі ви ж знаєте що до недавніх пор був такий 200-й автобус великий і вони ходили з площаді визволення по якій ціні вони ходили? не, ну підождіть ви ж давайте все головне все головне диференціація тарифів між автобусом і маршрутним таксі то автобус буде працювати холостою тому що пасажир не буде мотивований дочекатися автобуса тобто це головне і перше питання як загрузити автобуси великими пасажирами іскості тарифу він повинен бути вдвічі менше ніж у маленькому маршрутному таксі ніж у мікроавтобусі який додатковий режим перевезти ну, по-перше ви беріть ще специфіку географічне розположення нашого міста у нас є де ширина там до кілометра міста і там ходить от візьміть Артем Мудрєна з 95-го тут скільки проходить маршруток і туди давайте ще поставимо великі ртуки там скільки проходить дублюють один другий ну, шановні треба не тільки як ті люди ну, як користувачі підходять до проблем а і до проблем ті, які мають перевізник добре, дякую добре, дякую знаєте, ви треба і розказувати що от ви не праві ви повинні возити шановні, купіть маршрутку і возіть по 5 чоловік без пішку це те питання це те питання яке повинні ми зараз вирішити разом з виконкомом створивши спільну цю групу яка буде розробляти те рішення про яке ми добилися про розробку і прийняття якого ми добилися на останніх громадських слуханнях міській виконкомі тобто ми вимагаємо зараз щоб зараз громадські організації міста разом з транспортним відділом управлінням вирішили це питання підготували якісне рішення яке врахувало всі ці потреби нашого міста от дуже дякую за всіх за прес-конференцію за участь за участь вони ж конкурс проводять на ті маршрути і вони мають право різдити в пересні місяці шановні журналісти шановні громади це маленьке питання одне з тих багатьох якими займається Рада Майдана ми започаткуємо з цієї зустрічі я думаю щотушневу нашу зустріч і будемо розглядати питання які нагально стоять перед нашим містом які повинні бути вирішені дуже швидко дякую за перегляд дякую за перегляд